Всем доброго времени суток! На все ваши вопросы с удовольствием ответят директор Института Математики и Механики Казанского Федерального Университета Екатерина Александровна Турилова, заведующий кафедрой аэрогидромеханики Константин Андреевич Поташов и заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования Александр Алексеевич Агафонов. Ну а для начала я предлагаю немножко кратко рассказать об институте, вообще каких специалистов там готовят. Спасибо. Наш институт вот в таком виде, в каком он существует сейчас, ну скоро отметит свое десятилетие. Институт появился в связи с реорганизацией университета, с созданием федерального университета в 2011 году и включил в себя Мехмат Казанского государственного университета, не математики и механики, и математический факультет педагогического университета, я с вашего позволения буду говорить так кратко. Но на самом деле математика в Казанском университете, как бы он ни назывался, существует столько, сколько существует сам университет. Если бы мы сейчас обладали временем и спросили присутствующих, а может быть и просто людей на улице, чье имя ассоциируется с Казанским университетом, кто-то, наверное, назвал бы Льва Толстого, кто-то Владимира Ульянова Ленина, но обязательно нашлись бы люди, которые вспомнили Николая Ивановича Лобачевского. Человек, который связан с Казанским университетом совершенно неразрывно, человек, который создал его славу и славу казанской математике. Но при этом наш институт никогда не прятался за именем Лобачевского, то есть мы не живем старыми заслугами. Мы молодой институт, как и любой другой институт Казанского федерального университета. Мы динамично развиваемся, и какие-то шаблоны о том, что математикой занимаются, скажем так, люди не первой молодости, которые определенным образом выглядят. Сухарь-профессор математики — это не про нас. Я думаю, что вот по тем людям, которые сидят перед вами, вы можете судить совершенно точно, что это не так. Наш институт состоит из трех отделений. Отделение математики, отделение механики и отделение педагогического образования. Соответственно, эти отделения и определяют направление, которым идет наш институт, направление развития нашего института. Если мы говорим о образовательных программах, которые есть в нашем институте, о тех программах, на которых обучаются наши студенты, то программа бакалавриата — это математика, это математика и компьютерные науки. Но если мы говорим о математике, то здесь нужно обязательно уточнить, что это не просто математика, так сказать, голая и сухая. Безусловно, те, кому интересна фундаментальная математика, могут прийти к нам и получить все то, что они хотят. Но кроме этого, математика в цифровой экономике — это тоже к нам. Потому что мы даем не только базу, но наши студенты получают какие-то практические навыки применения математики в современном мире. Про математика и компьютерные науки. Ну, здесь, в общем-то, само название говорит за себя, потому что это, опять же, база, это фундамент, на котором строится то, что называется компьютер-сайенс. Но чтобы не превращать разговор в монолог, о механике и о педагогическом образовании расскажут мои коллеги. О механике. Константин Андреевич, пожалуйста. Да, спасибо. Я представляю, как сказала Екатерина Александровна, одно из трех отделений — отделение механики. Значит, у нас отделение механики состоит из двух кафедр. Это кафедра теоретической механики и кафедра аэрогидромеханики. Если вас интересует вопрос о поступлении в бакалавриат, то там производится набор на направление механика и математическое моделирование. Вот оно одно. Про магистратуру я скажу чуть позже, там больше вариантов. Но в целом, если у вас возникает вопрос, что такое механика, я бы сказал, что к нам, наверное, интересно идти тем, кто чувствует одновременный интерес не только к математике, но еще и к физике, или конкретно к механике, если вы понимаете разницу, и к программированию. То есть мы стараемся наше обучение построить таким образом, что мы основываемся на трех китах — математика, механика и программирование. То есть то, без чего сейчас просто невозможно быть полноценным исследователем, то есть ориентироваться в современных программных пакетах, методах, вычислительных методах. Вот. Значит, по содержательной части, наверное, я сейчас не забегу вперед, если об этом пару слов скажу. Значит, сразу обозначу направление магистратуры, и станет, наверное, понятней, на что мы ориентируем наших бакалавров. Значит, сейчас у нас магистратура, она состоит из трех программ. Это трех направлений. Одно называется «Механика твердого деформируемого тела». Она, значит, руководящей кафедрой, выпускающей является кафедрой теоретической механики. Эта тематика связана с тем, что, ну, скажем так, сопротивление материалов, условий устойчивости, конструкций, проектирования различных композитных материалов, то, что необходимо для проектирования новых аппаратов, которые предъявляют новые требования нового уровня к современным технологиям. Вторая программа — это «Механика жидкости газа и плазмы». Ну, из названия следует это «Все то, что умеет течь и летать», в общем смысле. Тут такие разные, разного совершенного класса задачи бывают. То есть это и проектирование летательных аппаратов, и, значит, проектирование различных режимов тепломашин, то есть вопросы теплообмена, правильного режима, значит, различных механизмов. Ну, также классические задачи гидромеханики, гидродинамики, тут и аналитические методы. Аналитические как раз требуют от наших студентов высокого уровня знания математики, чем занимаются наши коллеги математики на первых курсах, дают им сильную базу. И третья программа магистратура, она сравнительно новая, но сейчас она уже сформировалась как самостоятельная, потому что мы живем в таком регионе, в котором это направление востребовано, это механика нефтяного и газового пласта. Наверное, там в большей степени есть приложение по и прохождению практик, потому что более востребовано это все, быстрее к нам приходят потенциальные работодатели со своими предложениями и запросами о будущих потенциальных сотрудниках. Но это вот, если так, в целом я обозначил направление. Наверное, я дальше передам слово, и в случае возникновения более таких специализированных узких вопросов, я на них отвечу. Спасибо, Константин Андреевич. Вы, конечно, произнесли очень много умных слов, и я боюсь, что не все из этих слов были понятны нашим зрителям, но я совершенно точно знаю, что одно слово, понятно нашим зрителям и знакомо давным-давно, это слово «учитель». И вот как слово «учитель» связано с нашим институтом, вам расскажет Александр Алексеевич. Спасибо. Я представляю отделение педагогического образования Института математики и механики. И в нашем институте вы можете поступить в наш институт и обучиться профессии «учитель». Учитель математики и информатики. Надо сказать, что это направление имеет два профиля, и поэтому спецификой является то, что срок обучения составляет в бакалавриате не 4, а 5 лет. А также в этом году у нас открывается заочное отделение, и срок обучения на нем 4,5 года. Для поступления необходимо сдать экзамены по математике, обществознанию и русскому языку. А если вы поступаете на заочное отделение, то с специальным образованием можно поступать, сдавая внутренние экзамены КФУ, то есть без ЕГЭ. Также, если мы говорим про жизнь и про особенности обучения по нашему направлению, по нашему отделению, то хотелось бы сказать, что первые несколько лет, первые два года, студенты обучаются общим дисциплинам, базовым дисциплинам. Это математические дисциплины, это информатика, информационные дисциплины, и это модуль педагогического образования. Также есть вариативные, начинаются вариативные дисциплины. А начиная с третьего курса добавляются больше специфики, больше курсов по выбору, и студенты имеют возможность изучать такие актуальные и интересные темы, как образовательная робототехника, как 3D-моделирование, как математическое моделирование в физике, биологии, астрономии. Хотелось бы отметить, что мы даем знания современным IT-технологиям, и это востребовано в профессии учителя очень даже сильно. Актуально сейчас, особенно на фоне событий последних месяцев, когда срочно приходилось переходить на дистанционную форму обучения, необходимо было знать программы, методы работы с компьютером, и как правильно обучать детей и даже студентов. То вот этим технологиям, этим навыкам, этим знаниям мы в том числе и обучаем. Студенты, выпускники нашего отделения востребованы, как никто, я не побоюсь так скромно сказать, потому что в школах нашей республики не только есть большая нехватка учителей математики, и с информатикой тоже у нас проблемы есть, и к нам постоянно приходят заявки о необходимости направления выпускников в ту или иную школу. Также имеют возможности выпускники дальше продлить свое обучение, продолжить обучение в магистратурах. Это может быть и педагогические направления, это может быть и фундаментальные науки. На этом, наверное, пока все. Я в такую презентацию нашего отделения закончу. Если есть какие-то вопросы по баллам, по еще каким-то особенностям обучения, то задавайте. Я думаю, уже можно переходить к вопросам. И самый классический, который, в принципе, волнует всех абитуриентов, он будет касаться бюджетных мест. Есть ли бюджетные места научную форму математики и компьютерной науки, и сколько баллов нужно для того, чтобы пройти, опираясь на цифры прошлого года? Да, бюджетные места на направлении математики и компьютерной науки, конечно же, есть. Но на вторую часть вашего вопроса я, наверное, сейчас должным образом не отвечу, потому что по сравнению с прошлым годом количество мест на этом направлении увеличилось на 60%. На самом деле, в прошлом году у нас было 25 бюджетных мест, а сейчас 40. И весьма возможно, что и здесь будут какие-то изменения. Поэтому на баллы прошлого года, возможно, не стоит ориентироваться в полной мере, но в среднем это было около 250 баллов по трем экзаменам. А для того, чтобы поступить на это направление, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку традиционно, по математике профильной, естественно, и ЕГЭ по, ну, как его кратко называют, по информатике. Буду говорить так, чтобы не полностью все это прочитывать. Есть у нас еще вопрос, который касается магистратуры. Расскажите, пожалуйста, про профили по направлению подготовки математика в скобочках магистратура. Какие будут они в этом году? Ну, это вопрос на самом деле зависит от наших абитуриентов, зависит от того, кто придет к нам учиться. То есть мы предлагаем несколько вариантов, но совершенно точно я могу сказать, что останется профиль геометрия, потому что без геометрии в Казанском университете математики не существует. И более того, магистрская программа по геометрии в рамках направления математика – это очень интересная конструкция, я не побоюсь этого слова, потому что это такая программа, в которой участвуют ведущие геометры нашей страны и не только нашей страны, потому что программа строится таким образом, что к нам приезжают ученые фактически из мировых геометрических центров, читают лекции, проводят занятия со студентами, студенты продолжают научную работу с ведущими учеными. И вот этот вот проект, который у нас появился в прошлом году, то есть в этом году второй набор на эту программу, и проект очень интересный. И тех, кому интересна геометрия как таковая, тех, кому может интересовать, так сказать, компьютерная, если хотите, геометрия, те, кто хочет пообщаться с ведущими мировыми учеными очень близко, я надеюсь, что все эти наши форматы все-таки вернутся в прежнее состояние, то добро пожаловать в магистрскую программу по геометрии. Смотрите, а вот если мы говорим об экзамене вступительного в магистратуру, из чего он состоит и как в этом году он будет проходить? Ну, в этом году все вступительные испытания, проводимые Казанским университетом, будь то испытания для поступления на бакалавриат, специалитет или в магистратуру, они будут проводиться в дистанционном формате. Экзамен в письменной форме будет проходить по... Если мы говорим о направлении математика, про механику Константин Андреевич может быть уточнит, потому что у нас всегда была некоторая разница во вступительных испытаниях при поступлении в магистратуру. Есть образцы уже на сайте, но нужно уметь решать, скажем так, задачи. То есть никто не будет требовать доказывать теоремы на вступительном испытании, никто не будет спрашивать конкретно определения, но нужно уметь решать интересные задачи из различных разделов математики, тем самым продемонстрировав, так сказать, широту своего математического кругозора и хорошую математическую базу. Продолжим обсуждать все-таки магистратуру, потому что очень много вопросов касается, именно поступления в магистратуру в этом году. Вопрос скорее риторический. Хорошо ли вообще для студента идти в магистратуру в другой университет, в данном случае имеется в виду Казанский федеральный, если бы калауром он стал в другом? Ну, вы правы насчет того, что этот вопрос, если не риторический, то и философский. Как мы хорошо с вами знаем, скажем, на Западе вообще принята манера получить один уровень образования высшего в одном вузе, потом радикально изменить, так сказать, университет, получить следующий уровень образования в другом, потом получить PhD в третьем, быть постдоком в четвертом, а работать в пятом вузе. У нас все-таки исторически, в силу разных причин, сложилась тенденция к тому, что человек остается заниматься наукой там, где ему интересно. То есть это, безусловно, достоинство Казанского университета, что те люди, кто хочет заниматься наукой, пришли сюда на первый курс, а иногда и намного раньше, уже из университета не уходят. Это одна история. Но при этом мы всегда рады, когда к нам приходят ребята, которые получили степень бакалавра в других вузах, потому что это интересно им. Это означает, что просто Казанский университет интересен, Казанская математическая школа интересна. Но с другой стороны, это интересно нам, потому что иногда мы можем вариться в своем соку и не замечать каких-то интересных вещей, интересных направлений, интересных идей. А те ребята, которые приходят в магистратуру к нам извне, помогают нам посмотреть на себя, в том числе, немножко с другой стороны. И это бывает очень полезно. Продолжим обсуждать все-таки магистратуру до сих пор. Спрашивают в магистратуру, в скобках платно, сколько мест в этом году предусмотрено? Какой план приема? Есть ли уже цифры? Цифры, безусловно, есть. Вот как уже было сказано, механика и математическое моделирование – это 15 мест. Мы говорим о бюджете сейчас. Математика – это 15 мест. И 15 мест на направление математика и компьютерной науки. Но это не значит, что, естественно, у нас есть возможности для обучения контрактных студентов, поскольку пока мы не ставим себе какой-то верхней границы. Понятно, что если к нам придет 150 человек, вряд ли мы сможем в хорошем смысле слова переварить всю эту массу. Но мы найдем, что сделать. То есть это не значит, что мы не рады такому количеству абитуриентов. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Но на самом деле, я думаю, что мы готовы принять, скажем так, количество студентов, готовых обучаться по контракту, сравнимое с количеством бюджетных студентов, и сделать это совершенно, так сказать, незаметно для себя. Без потери качества. Да. А может быть только с приобретением чего-то нового. Еще просят более подробно рассказать про направление механика и математическое моделирование. Как вообще строится обучение, чему учат, как учат. Бакалавриат, магистратура? Тут не уточнили, но давайте поговорим и про бакалавриат, и про магистратуру. Давайте, да, начнем тогда с бакалавриата. Значит, как я сказал, механика математическое моделирование, оно основывается на трех основных направлениях. Это математика обязательно. И поэтому математика сильно дается в первые два курса особенно. То есть, и, значит, уже начиная с третьего курса происходит специализация. То есть начинают появляться в учебном плане те дисциплины, которые делают из наших студентов, собственно, механика. Параллельно с ними идет из общих курсов программирования те курсы по современным программным продуктам, уже специализированным на решении задач механики твердого тела, механики жидкости и газа. Значит, там все, ну так же, как и по другим направлениям, все идет в параллели. Летом происходит летняя вычислительная практика. Она так пока у нас еще называется, хотя сейчас в практике называется немножко по-другому, но смысл в этом. И кроме того, уже ближе к выпускному курсу там появляется возможность проходить практику на предприятиях потенциальных работодателей. У нас заключено несколько договоров о том, что эти предприятия принимают к себе определенное количество студентов. Там они уже формулируют свои какие-то задачи, которые близки к тем задачам, которые они решают при реализации конкретных проектов. Ну а мы, собственно, на кафедре определяем, насколько это все соответствует тематике того обучения, которое мы даем, и соответствует ли профилю дипломных работ. Вот это бакалавриат. В магистратуре роль прохождения практик, она большее значение принимает, там их уже больше, и в течение двух лет обучения эти практики реализуются. Но там, наверное, меньше уже общих курсов, в частности по математике, а больше именно спецкурсов по механике и по методам решения наших задач численными методами, значит, современными, программными продуктами в том числе. Соответственно, завершение каждого этапа, будь то магистратура или бакалавриат, происходит в виде защиты выпускной квалификационной работы. Тут я отмечу, что вообще, как и во всем университете, у нас выпускные квалификационные работы, они не являются какими-то типичными задачами. Все наши работы, как правило, это реализация какого-то нового исследования. То есть то, что наши студенты уже защищают, это можно позиционировать как определенной степени вклад в науку, ту науку, которую мы обучаем, будь то математика, механика или педагогическое образование. А традиционно потенциальных абитуриентов интересует вопрос, где потом работают выпускники, и раз уже заговорили про механику, давайте с механики начнем. Хорошо. Ну, у нас, значит, смотрите, вообще, кого мы выпускаем и кто они потенциально, кем они являются. Это, конечно, в первую очередь люди, которые занимаются научными исследованиями. Ну и, соответственно, это определяет потенциальные места их работы. Это, в первую очередь, научно-исследовательские институты и те проекты, которые там реализуются. Ну, у нас вот выпускники работают, например, в Российском федеральном ядерном центре в городе Саров. Туда регулярно часть выпускников, значит, поступает. В Российской академии наук, которые у нас здесь есть, отделение тоже института механики. В том же самом университете продолжают, конечно, работать. Ну, и так сложилась та же самая причина. Мы тут в Татарстане, в нефтяной республике. Большая часть выпускников, которые работают по специальности, они так или иначе связаны вот с вопросами математического моделирования процессов нефтегазодобычи. Это и механики жидкости газа касается, так же и механики твердого деформируемого тела. То есть, есть ряд предприятий, в Казани их порядка, по-моему, пяти, так, если вот сходу могу перечислить, в которых наши выпускники регулярно поступают. Ну, и кроме того, есть зарубежные компании, вот, например, всемирно известная компания Шлемберже, там тоже есть наши выпускники, работают после того, как у нас закончили магистратуру. Ну, я, может быть, еще попрошу, Константин Андреевич, добавить немножко о том, что даже на отделении механики, наверное, это в большей степени у нас развито, так это то, что наши студенты, еще будучи студентами, очень активно принимают участие в научных проектах, причем, как правило, это проекты междисциплинарные, да? И вот я бы хотела, может быть, вы пару слов рассказали об этом, потому что... Да, я как раз об этом хотел сказать, и вот к предыдущему, к одному из предыдущих вопросов вернуться немного. Тут задавался вопрос о том, насколько корректно было бы или адекватно поступать из других бакалавриатов, других вузов к нам. Вот у нас как раз сейчас появился такой положительный опыт, то же самое направление магистратуры, механика нефтяного газового пласта. Значит, у нас в этой магистратуре учатся студенты не только наши, но и совершенно других вузов и направлений. То есть там есть и выпускники КХТИ, и выпускники педагогического отделения, хорошо себя демонстрируют. И даже, не поверите, есть студенты из экономического института. И тем не менее, может быть, кому-то покажется, что это малоэффективно, но вот я буквально сегодня с утра принял экзамен вместе с нашим профессором Александром Александровичем Мазо, у этих людей. И мы были в очередной раз приятно удивлены тем уровнем, который демонстрируют выпускники экономического института. То есть они, прилагая определенные усилия, все-таки они вникают в эти вопросы и отвечают не то, что не хуже, они отвечают лучше, чем некоторые наши студенты. И возвращаясь к нам в вопрос, который обозначила Екатерина Санна, вот, значит, те же самые студенты, они участвуют в научных проектах. И научных проектах, и хоздоговорах, которые мы заключаем с предприятиями, ну, в данном случае речь идет о нефтесервисных компаниях, они там принимают участие, делают свои задачи, ну, на первых курсах им тяжело браться за большие проекты, но тем не менее, свой вклад они могут внести. И вот я могу сказать, что, например, под моим руководством студент-выпускник-бакалавриата КАХТИ, он за один год обучения у нас, значит, он настолько вник в свою тематику своего дипломного проекта, что уже не только выступил на итоговой студенческой конференции, но и прошел финал лучших научных работ студентов Казанского федерального университета. Ну, результаты пока неизвестны, но, по крайней мере, я считаю, что это уже тоже результат. А еще нас интересуются, а много ли практических пар в Институте математики и механики? И вообще, как реализована практика? Ну, вопрос в том, что понимается под словом «практика», потому что вот это вот словосочетание «практических пар» — оно имеет несколько смыслов на самом деле. То есть если мы говорим о практических занятиях по математике, то здесь, может быть, уместнее было бы использовать словосочетание «семинарские занятия», хотя тоже, наверное, не отражает. То есть это одна часть заданий, когда, условно говоря, небольшая группа студентов вместе с преподавателем, ну, давайте называть грубо, решают какие-то задачи учебные, да, тем не менее. Это одна история, да, в принципе, мы тоже называем это практическими занятиями, да. Если мы говорим о практике как таковой, то есть о том, что студенты, скажем так, выходят за пределы университета, да, либо остаются в его стенах, но выполняют какие-то такие, вот то, что в бытовом смысле практикой понимается, да, то здесь нельзя, например, промолчать про педагогические практики и практики, так сказать, околопедагогические, если так можно выразиться. Вот у студентов, которые обучаются на педагогическом направлении, там просто запредельное, с моей точки зрения, количество практик, да, то есть ребята уже с самого первого семестра выходят в школу и получают... Да, знакомятся с профессией учителя, так сказать, не в теоретическом плане, хотя, конечно, каждый из нас знает, что такое профессия учителя, а знакомятся уже изнутри, с процессом изнутри, будучи помощником учителя, да, и как бы получая первые навыки общения с учениками. То же самое, но мы можем говорить о практиках, скажем, вычислительных, которые у нас вот тоже, о которых упоминалось, то есть это тоже прием, который существует на мехмате, ну, наверное, столько, сколько в Казанском университете есть и вы в разных там вариантах, действительно, то есть это вот понятие летней вычислительной практики, она может называться сейчас как угодно, но это то, что исторически существовало на мехмате, я буду говорить так, это тот факультет, который в свое время заканчивала я, и эти практики тоже проходила, тогда, когда практик было мало, получить практические знания, навыки было очень сложно, но это было всегда, и сейчас лучшие традиции сохраняются, безусловно. То есть если бы вы конкретизировали, что вот здесь вот под этими практическими парами понимается, я бы могла и дальше рассказывать об этом. Но можно, да, если вы позволите? Я бы все-таки вернулась к вопросу о том, кем работают наши выпускники, этот вопрос действительно очень интересен, но это безусловно, если мы говорим о выпускниках педагогического отделения, это вузы, это средние специальные заведения, это общеобразовательные, это школы, мы будем говорить кратко и понятно, да, и профессиональные, безусловно, какие-то образовательные учреждения. Я думаю, что если мы сейчас придем на любую кафедру математики, в любой казанский вуз, там обязательно будут выпускники мехмата, как бы он ни назывался, да, и ни один совершенно точно. Но это, в общем-то, понятно, да, любой научно-исследовательский институт, в котором так или иначе ведутся, как опять же было сказано, исследования, которые требуют некого моделирования, безусловно, там будут выпускники нашего института, нашего факультета, как хотите это можно называть. Но если говорить о персоналиях, ну, например, если среди ваших фантазий есть, так сказать, какие-то политические амбиции, и кто-то из вас видит себя как, ну, например, премьер-министр республики Татарстан, то, в общем, это тоже можно сказать, что к нам, потому что премьер-министр республики Татарстан – это выпускник мехмата Казанского университета, отделение механики, если я не ошибаюсь, да. Соответственно, если вы видите себя в банковской сфере, ну, опять же, я не хотела бы сейчас называть фамилии, чтобы это не сочни за рекламу, да, вот, но, тем не менее, есть руководители крупных банков, которые заканчивали наш университет, ну, и на самом деле, очень много наших выпускников работают в банковской сфере, и мы получаем, опять же, регулярно запросы со стороны банков на наших выпускников, и далеко не всегда мы их можем удовлетворить, на самом деле, потому что запросов бывает больше, чем, так сказать, желающих работать в этой сфере. А у нас есть еще такой вопрос. Какой уровень программирования нужен для поступления на бакалавриат математика? Ну, давайте, если мы говорим о бакалавриате математика, то вступить на испытания это русский язык, математика и физика, то есть формально никакого. Ну, понятно, что это, как бы, я немножко лукавлю, да, говоря так, но на самом деле разные к нам приходят абитуриенты с очень хорошим знанием компьютерных наук и, соответственно, навыками программирования, и иногда, да, действительно, возможно, мы их уже и научить ничему не можем, если они сидят, так сказать, в рамках, на общих занятиях, в рамках группы достаточно большой, потому что уровень разный. И приходят ребята, ну, с нулевой подготовкой. Мы же стараемся, чтобы к завершению обучения компьютерным дисциплинам, да, навык программирования достаточно хороший, устойчивый. Был бы у всех, тех, кто предполагает дальше заниматься программированием и видит себя в этой области, и тех, кто будет использовать программирование просто как инструмент для своей дальнейшей деятельности, а может быть, просто для, так сказать, своей обычной жизни. Есть у нас еще один вопрос про магистратуру, вот только что поступил. Как вам подать документы в магистратуру, если я бакалавриат получаю в другом городе? Ну, у нас, опять же, я скажу, что в этом году все документы, так сказать, от всех выпускников, где бы они ни находились, подаются онлайн. И, опять же, как на обучение в бакалавриате, так и на обучение в магистратуре. А есть ли заочное обучение на математике? Нет, на математике заочного обучения нет. Заочное обучение у нас есть только на отделении педагогического образования. А, ну и как раз логичный вопрос к педагогическому образованию. Есть ли целевые места? Ну, да, то есть нужно сказать, что я, опять же, не хотела бы сейчас сдаваться в подробности, потому что схема обучения на целевых местах изменилась с прошлого года. То есть это достаточно непростая конструкция. Ну, да, у нас регулярно есть некоторое количество студентов, которые обучаются по целевым местам. И, да, действительно, среди ребят, которые обучаются на педагогическом направлении, их больше, чем на других направлениях. То есть места есть. Я бы просто сейчас не хотела, так сказать, рассказывать полностью всю эту процедуру, потому что она достаточно громоздкая. А вот поговорили про целевиков, поговорили про бюджетников. А сколько все-таки стоит обучение для платников, которые придут по цифрам прошлого года? Ну, по решению руководства Казанского университета, в этом году для первокурсников стоимость контрактного обучения остается на уровне прошлого года. Хотя обычно идут изменения. Ну, и если говорить о цифрах, то на направлении математика, на направлении механика, на направлении математика и компьютерной науки, мы говорим о бакалавриате, эта сумма составляет в год 127 680 рублей. Если мы говорим о педагогическом образовании, то это 128 592 рубля. И самое дорогое у нас направление, кстати, о нем еще не сказали, господин Андреевич, я думаю, что вам нужно об этом направлении тоже рассказать, это направление прикладная механика. Стоимость чуть больше 145 тысяч рублей в год. Но для нас, для меня лично, я не знаю, может быть, мои коллеги думают иначе, является удивительным то, что если сравнивать с другими направлениями, скажем, математическими или механиками от моделирования, то на это направление у нас гораздо больше контрактных студентов поступает, чем просто на механику. Может быть, несколько слов о прикладной механике вы тоже расскажете? Да, я постараюсь сказать. Выпускающей кафедрой является кафедрой теоретической механики, ну и как следствие, эта специальность больше связана ближе к механике твердого деформированного тела. И понятнее будет, когда мы произнесем полностью название этого направления, оно звучит так, прикладная механика, динамика и прочность машин и механизмов. Кажется, слово механизмы там тоже есть. То есть это уже такая непосредственно действительно прикладная механика, заточенная под то, как работают конкретные механизмы. То есть, может быть, там чуть в меньшей степени будет именно механики сплошной среды, в ее широком смысле и методов матмоделирования, но все равно оно будет. То есть это вот ближе к тому, что можно потрогать руками в нашей обычной жизни. Ну, может быть, я прошу прощения, может быть, я проясню немножко ситуацию. То есть если мы говорим о механике матмоделирования, это направление относится все-таки к группе, которая называется математика. А вот прикладная механика относится к группе, которая называется машиностроение. То есть, другим словом, инженерное дело. То есть чуть разница, наверное, лежит вот именно здесь. Это, может быть, будет понятнее нашим зрителям, где проходит водораздел. А скажите... Можно я, если вы не просите, я закончу с финансовой составляющей. То есть если мы говорим о... Магистратура еще осталась, кстати. Да, вот об этом я и хотела сказать. То есть у нас стоимость обучения по нашим программам магистратуры 138 тысяч 180 рублей в год. Но кроме этого, мы об этом, кстати, еще не упомянули. Может быть, это не так актуально для зрителей. Но тем не менее, это может оказаться кому-то интересным. У нас есть и аспирантура. То есть у нас представлены все три ступени высшего образования на сегодняшний момент. И, естественно, здесь есть, кроме бюджетных мест, у нас есть и места с контрактной формой обучения. И стоимость, раз уж мы заговорили о цифрах подобных, то стоимость контрактного обучения в магистратуре составляет, в аспирантуре составляет тоже около 140 тысяч. Но здесь нужно сказать еще об одном. У нас есть магистрская программа. Может быть, она будет не так актуальна для, опять же, для зрителей русскоязычных, но может оказаться полезной для тех, кто будет смотреть потом наш эфир. Программа по математике, магистрская программа, которая называется «Алгебра». На английском языке полностью англоязычная программа. Естественно, она контрактная полностью, обучение там в районе 272 тысяч. Ну, может быть, это тоже кому-то будет интересно. А раз заговорили как раз-таки про иностранные языки, давайте вот про это будет вопрос. Какие-нибудь иностранные языки преподаются в институте? Английский, французский, немецкий? Ну, иностранные языки, они есть в программе любого направления бакалавриата, естественно, у нас тоже. Насколько мне известно, в основном это английский язык. Ну, в принципе, это, наверное, понятно. Хотя в свое время я, например, у нас в университете учила немецкий. А у нас есть вопрос как раз-таки от представителя ближнего зарубежья. Я с Туркменистаном могу ли поступить на бюджет по математике? Я думаю, здесь нужно более подробно рассказать про программу «Соотечественники». Да, то есть формально Республика Туркменистан, насколько мне известно, не входит в состав тех государств бывшего Советского Союза, с которыми есть соглашения, которые могут, так сказать, напрямую поступать на бюджет. Насколько, если я правильно помню, я боюсь ошибиться, но это Белоруссия, это Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. А вот жители других республик ближнего зарубежья, ну и, соответственно, те, кто относится, может быть, к дальним, это возможно в том случае, если есть подтвержденный статус соотечественника. Я бы не хотела сейчас категорично утверждать, что это сделать легко в Туркменистане. Я знаю, что у нас есть студенты, которые поступили на бюджетные места, например, студенты из Республики Узбекистан, которые поступили на бюджетные места, имея подтвержденный статус соотечественника. Но тем, кто хотел бы поучаствовать в этой программе, я могу порекомендовать начинать телодвижение уже прямо после того, как закончится наш эфир сразу, потому что процедура эта не быстрая, она требует некоторых дополнительных шагов, но лучше уточнять все-таки в нашем департаменте внешних связей, хотя мы, конечно, владеем информацией, но я буду осторожна в этом. Ну и традиционный вопрос, который мы задаем в конце всех наших инсталайфов, что будет с иностранными гражданами, которые поступят, если вдруг 1 сентября границы не откроются, вот так вот все жестко, карантин, как, что делать, как будет реализовано обучение? Ну, все очень просто, они будут нашими студентами, они будут присутствовать на наших занятиях, то есть сейчас все будет зависеть от того, на какое направление, сколько студентов у нас будет, из каких стран они будут, насколько будет велика разница во времени, между нами и между той страной, где будут находиться наши студенты, то есть мы рассматриваем разные варианты, один из них это просто синхронное обучение, это когда ребята будут подключаться к нашим занятиям, так сказать, практически вживую, в режиме реального времени. Если же такой возможности нет или большая разница во времени, то мы рассматриваем то, что сейчас называется асинхронным обучением. Опять же, все будет зависеть от того, сколько студентов у нас окажутся в такой ситуации. Возможно, мы будем организовывать лекции специально для них в онлайн формате, возможно, это будет такая смешанная форма, когда часть лекций будет именно онлайн в режиме реального времени, подходящего для них, ну а часть лекций и других занятий будут в записи или будут использоваться какие-то иные ресурсы. Я думаю, что проблем не будет никаких совершенно точно. Хотя, ну как показала вот эта вот наша история последних месяцев, математике, конечно, можно учиться дистанционно, но лучше все-таки делать это очно. А большое... До новых встреч!